Я считаю, с точки зрения безопасности, глобальный, с точки зрения изменения глобальных балансов сил, этот год был исключительно полезный для России, для всех сил, которые видят смысл своей жизни в свободном, суверенном существовании, а не нахождении под пятой Соединенных Штатов Америки и в том, чтобы американцы вытирали о них ноги. Поэтому я как раз весьма оптимистично и позитивно оцениваю итоги того, что произошло. Специальная военная операция, она, безусловно, будет доведена до конца, и там будут цели деноцификации, демилитаризации, они будут реализовываться вместе с целями восстановления православия истинного, истинной веры. Вы знаете, действительно, ведь конфликт, который там происходит, он эскатологический в значительной степени. Это ведь не конфликт русских и украинцев, которые совершенно искусственны, вообще один народ. Это конфликт добра и зла, света и тьмы. Вот американцы готовят провести самый большой в истории человечества сатанинский конгресс скоро. Там, где были сожжены салемские ведьмы, как известно, да? И вот в Салеме там они и собираются провести его. И это очень органично для нынешних Соединенных Штатов, потому что действительно вот этот сатанизм, он пронизывал и вот тот самый Азов, там нацизм с сатанизмом, он ведь переплетен был абсолютно. И то, что происходит с православной церковью, это и наступление сатаны, и, конечно, решение там таких более локальных задач римско-католической церкви, которые решались тоже на протяжении веков. Ну и, конечно, это чисто политическая игра украинской власти, которая хочет иметь подконтрольную себе духовную силу, потому что украинская православная церковь, она за истинные ценности. В отличие от Соединенных Штатов или украинской власти, ей полностью подконтрольный Вашингтон, у которой ценности-то чужие и, как правило, не имеющие никакого отношения к православию. В вопросах веры, в вопросах добра и зла компромисса быть не может. Вот у нас тоже были дискуссии, нужно, не нужно там брать Киев, да? После того, как захватили Киево-Печерскую лавру, для меня, например, вопроса такого нет просто, да? Потому что это центр нашей цивилизации, русской цивилизации, нашей веры. И потягнув на святое, украинская власть, ну, естественно, с подачи американских покровителей, которым никогда уже ничего святое не будет присуще, она развязала силы, которые им абсолютно не подвластны. Ну и так-то Бог с нами всегда был, и сейчас тем более в этой ситуации. А здесь еще и силы народного духа, в которой, в общем-то, вера сохраняется. Большая часть российского населения верующие, так или иначе. И для них попрание вот православных святынь, попрание веры, это колоссальное преступление, которое не может иметь прощения. И оно не будет иметь прощения. Вернем. Один из лидеров вашей партии, Единой России, говоря о депутате Курской областной думы Максиме Васильеве, записавшем поздравление с Новым годом из Мексики, сказал в его адрес и в адрес его жены буквально следующее. Не знаю, что сподвигнет Васильевых к решению сдать мандат. Кувалда Вагнера, пинок старовой, это губернатор Курской области, или осознание своей ничтожности. Меня в этой фразе поразило упоминание Кувалды Вагнера. О ней говорилось как о чем-то таком вполне естественном, как будто уже вошедшем в нашу новую жизнь. Между тем, Кувалда Вагнера это все-таки символ жестокой и, главное, внесудебной расправы. Тогда как в цивилизованной стране монополия на насилие вроде как должна быть у государства. Или уже нет? Или нас уже вот таким образом, с помощью шуток из уст столь высокопоставленного и уважаемого чиновника, постепенно готовят к новой реальности, к новой эстетике? Как Вам это и готовы ли Вы под этой фразой подписаться? Я считаю, самое важное нам в этой специальной военной операции, вообще во всей этой ситуации, не уподобляться нашим противникам, потому что Запад, особенно Украина, они перешли уже все грани морали, нравственности, права и так далее. Нельзя отбирать собственность? Ну, можно, если это русские. Нехорошо дискриминировать на национальному почве? Ну, можно, если это русские. Нехорошо поставлять оружие для убийства русских? Ну, можно, потому что они же русские, поэтому можно. Права там не существует уже, мораль не существует, все это ушло. И нам важно, конечно, не попасться на вот этих ответных мерах и оставаться людьми. Мы, безусловно, не будем запрещать свободу, мы не будем запрещать веру, как это делают на Украине. Мы не будем переходить рамки законности ни в коем случае, и мы это не делаем. Мы будем действовать жестко, адекватно, исходя из собственных интересов, но при этом, создавая для этого соответствующую правовую базу, то, что там бывают какие-то выражения резкие во время военных действий. Да, бывают. Бывают. Во время военных действий даже смертная казнь бывает, вводится. Это серьезная вещь, потому что война – это жестокая вещь, но при этом мы сильнее их, потому что мы люди. А там чаще всего не люди, и поэтому нам надо оставаться людьми. Я считаю, это главный принцип, которому, собственно, и надо следовать, и мы будем ему следовать. Опасность от Америки растет. Америка – это слабеющий зверь, но слабеющий зверь, как известно, бывает весьма и весьма агрессивен. Что можно ожидать от Америки? Чего угодно. Вот просто чего угодно. Ясно, что, в первую очередь, будет усиленная дестабилизация по всему периметру наших границ, где только могут. Начиная, действительно, со Скандинавии и продолжаем дальше. Будет дестабилизироваться, я уверен, и Прибалтику они могут бросить абсолютно в костер совершенно легко, для них это вообще ничто. Будут стараться насолить Белоруссии, ну, естественно, будут поддерживать дальше Украину, сколько долго, я не могу сказать. Будут стараться создавать проблемы в Закаказии, создают в Центральной Азии, везде. Будут усиливать напряженность на Корейском полуострове. Им, действительно, для того, чтобы поддерживать вот этот вот тонус союзнических отношений, нужны острые отношения везде. Они будут поддерживать остроту вокруг Тайваня. Что Соединенные Штаты, скорее всего, не будут делать, это они не будут все-таки рисковать какими-то серьезными военными столкновениями с Россией. Потому что, действительно, в этом случае они могут испытать страх очень серьезный и надолго. И Соединенные Штаты, естественно, не будут пытаться использовать ядерное оружие. Потому что, ну, это, понятно, закончится для них весьма и весьма плачевно. Поэтому, да, это опасно. И это понимают не только в Москве. Поэтому большинство человечества, собственно, сейчас старается объединиться для того, чтобы противостоять вот этим американским проискам. Американцы уже не способны выступать в качестве позитивной силы. Американский пример уже никого не вдохновляет. Пример чего сейчас? Вот пример чего, собственно, да, американцы могут давать? Никто не копирует американскую политическую модель, абсолютно неидееспособную, которая приводит только к острым конфликтам. Ни американскую социальную модель, потому что там нищета сейчас просто зашкаливает, да. Ни американскую идеологическую модель, где в основном сейчас ЛГБТ+, там и так далее. И это абсолютно неприемлемо для большинства человечества. Но американцы способны создавать проблемы. И они способны создавать серьезные проблемы в экономике, в военном отношении. То есть это страна-источник проблем. Но действительно, вот эта идея американской демократии, она ведь тоже сейчас умирает еще медленно. Но, в общем-то, для меня, абсолютно, для меня США, НАТО, это четвертый рейх, абсолютно просто классический. А вот как с ними иметь дело? Ну, да, вот понимаете, ну как, ну так вот и не иметь. Я вот, между прочим, в Государственной Думе Российской Федерации возглавляю группу по связям с Конгрессом Соединенных Штатов. То есть я возглавляю группу того, чего нет. Их связей с Конгрессом Соединенных Штатов, ну, не существует. Потому что там просто нет никакого с их стороны интереса с кем-то из нас контактировать. Я из-за этого сильно переживаю. Мы должны вам признаться, не сильно. Продолжение следует...